После увеличения абсолютной температуры в 1,3 раза давление газа в закрытом баллоне увеличилось на 150 кПс. Каким было начальное давление в баллоне? Для начала запишем наши условия. Температура T1 равняется T. Температура T2 тогда будет равняться 1,3 T. Изменение давления ΔP равняется 150 кПс. Переведем систему C. Это 15 на 10 в четвертой Паскаре. Давление P1 равняется P. Тогда давление P2 будет равняться давление P плюс изменение давления в ΔP. Из условий ясно, что объем постоянный. Также масса газа будет постоянной. Найти давление P. P неизвестно. Так как это заходный процесс, мы можем воспользоваться законом Шарль. Что отношение давления P к температуре T постоянное. Тогда в нашем случае давление P1 на температуру T1 будет равняться давлению P2 на температуру T2. Подставим сюда наше обозначение. Тогда у нас получается. Вместо давления P1 мы пишем P. Вместо температуры T1 мы пишем просто T. Все это равняется давлению P2. Давление P2 это P плюс ΔP. Знаменатель. Температура T2. Это 1,3T. Домножим все наше выражение на множитель. 1,3T. Чтобы избавиться от знаменателей. Тогда у нас получается. 1,3P равняется P плюс ΔP. Перенесем давление P влево. Тогда у нас получается. 1,3P минус P равняется ΔP. Посчитаем слева. Тогда у нас получается. 3,3P равняется ΔP. Выразим отсюда P. Тогда у нас получается. Что давление P равняется. Изменение давления ΔP на 3,3. Подставим сюда наше значение. И найдем результат. Посчитав получаем. 5 на 10 в пятый паскаль. Переведем к килопаскали. Это 500 килопаскали. Запишем ответ. Начальное давление P равняется 500 килопаскали. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал. И ставить большие пальцы вверх. Продолж... П – demon. П – demon. Продолжение следует...